Всем привет ребята! Мы продолжаем для вас снимать тренировки в домашних условиях. Сегодня мне поможет Саша Лепковский и программа будет следующей. Программа состоит из пяти заданий. В каждом задании у нас по два упражнения, то есть мы делаем сетом. Первое упражнение плюс второе упражнение и только потом мы отдыхаем. Сколько отдыхать, как правильно делать, я вам сейчас вместе с Сашей покажу. Первое наше упражнение это отжимания от пола плюс переседания. Становимся в упор лежа. Ноги вместе, туловище ровное, руки можно чуть-чуть шире плечи, пальцы направляются прямо. Опускаемся полностью вниз до 90 градусов, выпрямляем руки до конца. Туловище у нас волной не идет, делаем все четенько ровно. Двенадцать раз. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Руки до конца. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Хорошо. Встаем. Сразу же второе упражнение. Приседания. Руки, ноги ставим чуть шире плечи, носочки чуть-чуть в сторону. И опускаемся. Таз назад. Раз, два, спина ровно, локти смотрят прямо. Если локти будут внизу, у нас получается чуть-чуть будет грабать со спина. Локти прямо, мы спину контролируем. И за дыханием следим. Вверху выдыхаем. Внизу. За дыханием следим, потому что это получается сет и немножко сложнее, чем делать по отдельности упражнения. Вверху выдыхаем. Нос вдыхаем, рот выдыхаем. Хорошо. Первый подход есть. Сейчас мы ставим отдых минуту 30. И еще такие же пять подходов, такого же сета упражнений. Упражнение второе. Упор лежа. 30 секунд удержания, плюс удержание стульчика. Саша, первый подход. Пошло время. Можно положить перед собой здесь телефон, секундомер, таймер и смотреть на время, сколько прошло. Положение тачка для отжимания. Все четко, ровненько делает. Следим за дыханием, потому что у нас пять подходов. Это сеты, это сложнее, чем делать по одному упражнению. Дыхание очень важно. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Стоп. И сразу же положение стульчика. Время. Пошло. Костя, я вам уже рассказывал, руки можно положить сюда, можно свободно вниз. Главное, не упираться, нигде не держаться, чтобы себе не облегчать задачу. Ноги вместе, в пятках, в носках, чтобы была равномерная нагрузка. Спину ровненько. Не забываем про дыхание, не забываем про качество. Очень важно. 30 секунд прошло, 30 секунд осталось. Просим либо напарника сказать, сколько прошло по времени, либо сами смотрим, куда-то ставим таймер. В домашних условиях это сделать не сложно. Все, что вам нужно, у вас есть. Стенка, телефон с таймером. Тяжело? Нет. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Время, стоп. Встаем, не падаем вниз, встаем. Очень это тоже важный момент. И еще таких же четыре подхода с отдыхом минута 30. За отдыхом обязательно следим. Упражнение номер три. Берем подручное средство, либо каремат, либо полотенчик, какое-то одеялко для того, чтобы мы стояли в планке и нам не давило к локти. Становимся в положении планки ровненько, четенько. И делаем 30 секунд прыжки. Ноги врозь, ноги вместе. И по окончании трясти секунд, 30 секунд просто ставим планки. Тоже делаем с этом и получается два упражнения. Первый подход, Саша. Время. Пошло. Локти у нас на ширине плеч, можно чуть-чуть шире, главное не уже. Не связываем вместе вот так вот замком пальцы. Ножки вместе доводим, ножки врозь как можно шире. Немножко тазом работаем вверх-вниз, чтобы чувствовать, как вы отпрыгиваете. И дышим, 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 следим за дыханием. Время. Стоп. И просто ставим 30 секунд в планке. Без отдыха, без ничего, сразу же становимся. Вот она как бы в этом вся сложность упражнения, вся сложность нашего сета. Не прогибаем таз. Чуть-чуть можно выше поднять, чуть-чуть, чтобы у нас больше пресс напрягся, чтобы на плечи пошла нагрузка. Ноги вместе тоже, никуда в стороны не отставляем ни одну ногу, ни вторую, чтобы была равномерная нагрузка. Под себя не опускаем голову, сильно верх не задираем, все ровненько у нас. Время стоп. Отлично. Еще таких 4 подхода. Отдых тоже минута 30. В отдыхе можем попить водички, потому что интенсивное упражнение, может быть захотелось, много не пьем, но можно немножко прополоскать. Вот, горло. Немножко можно выделить этому внимание. Упражнение 4. Предфинальное наше упражнение. Скручение пресса, плюс удержание уголка 45 градусов. Сейчас Саша вам покажет. Пресс прокачиваем 25 раз, уголок держим 30 секунд. Следим за дыханием. Вверху выдыхаем. Нос вдыхаем, рот вдыхаем. Ноги вместе. Руки за головой, для того, чтобы они вам не помогали, не задавали никакой импульс. Также, чтобы шея не болела, чтобы шея не тянула. Если вы сами тренируетесь, то как бы упираться, если не во что, то можно и так делать. Если вы можете попросить родителей, партнера, с кем вы тренируетесь, можно взять в тракотку, удержать ноги и помочь в этом плане. И второе упражнение сразу же. Уголок 45 градусов. Ножки под 45 градусов, прямые колени. Носки можем тянуть, можем не натягивать. Это уже по вашему желанию. Особо нагрузку это не изменит. Руки под поясничку. Голову положили, чтобы вы шею не тянули. И у вас потом не болело. Сразу же это, конечно, сложно. Таких у нас 5 подходов. Но нужно, нужно, нужно работать. Нельзя форму терять во время отдыха нашего. Стоп. Отлично. Таких еще 4 подхода. Как вы заметили, у нас с каждого упражнение делается по 5 подходов. Такой основной закон наших упражнений. И в отдыхе между упражнениями мы тоже как бы составляем минуту 30. Между упражнениями. Если мы переходим с первого на второе и так далее. Тоже об этом не забываем. И в отдыхе мы желательно не сидим, не стоим, не сидим, не лежим. А встаем, ходим, восстанавливаем дыхание. Восстанавливаем силы. Так будет быстрее, так будет потом полегче у нас. И наше финальное упражнение на сегодня называется Ножнички. Это упражнение для пресса. Саша сейчас нам покажет. Полную амплитуду делаем. Дышим. Делаем таких 30 раз. 5 подходов. Поднимаем до упора максимально высоко, на пол ноги не кладем. Постоянно пресс у нас напряженный. руки под поясницу тоже желательно не класть это у нас немножко будет облегчение упражнение руки свободно внизу дыши дыши следи за дыханием финальное упражнение оно очень сложно конечно тем более у нас до этого уже был пресс сейчас мы еще пресс добиваем грубо говоря таких мы делаем 5 подходов но уже отдых 30 секунд это еще усложняет нашу работу еще больше даст по нашим силам но нужно выдержать ребята нужно выдержать финальное упражнение после этого будем отдыхать только после итак ребятки наша тренировка подошла к концу не забываем пожалуйста тренироваться смотреть пересматривать видео следить за отдыхами следить за правильностью выполнению упражнений если есть какие-то вас вопросы задаем в комментариях пишем нам в инстаграме пишите пишите своим тренерам саша как тебе сегодняшняя тренировка очень легкая для карантина подойдет вполне что ребята не забываем длить с этим видео с друзьями тренируемся и всем здоровь спасибо ребят